Друзья, всем огромнейший привет! Очень часто в комментариях вы спрашиваете, как принять квартиру самостоятельно, не обращаясь к каким-то компаниям-посредникам. И, да простит меня про приемки остальные компании, я уделил огромное количество времени этому вопросу, пересмотрел все свои ролики с приемками квартир, а их, кстати, больше, чем на 4 часа, есть отдельный плейлист на канале. И, чтобы облегчить вам жизнь, а не заставлять пересматривать все 10, 15, 20 выпусков, сделал такую небольшую нарезочку самых типовых замечаний, которые можете вы столкнуться в момент приемки вашей квартиры. Разделю их условно на 3 части, это, наверное, общестроительные работы, замечания по санузлу и замечания по окнам. Каждый раздел где-то будет от 10 до 15 минут, чтобы сильно не утомить. Все это вырезки из разных видео, поэтому какой-то такой системы и последовательности не будет. Но в этом деле, конечно, самое главное – это насмотренность. То есть, если вы один или несколько раз посмотрите этот выпуск, хотя бы уже будете понимать, на что стоит обращать внимание в момент приемки квартир, будете понимать, какие есть какие-то скрытые дефекты, на которые редко обращают внимание. И, в общем, во всяком случае увеличите свои шансы найти большее количество замечаний, если вам, конечно, это нужно. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, еще очень много домов пока не сданы, и поэтому, надеюсь, этот ролик будет очень вам полезен в будущем. Если это действительно так, то обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и рекомендуйте это видео своим соседям, чтобы им тоже было легко и комфортно принимать свою квартиру. Наверное, больше, скажем так, в Минск мире, но, скорее всего, эта информация актуальна и для некоторых других домов. Все, передаю слово Вячеславу из разных лет и эпох, и приятного вам просмотра. Итак, начнем вообще. Что такое приемка квартиры? Приемка квартиры – это тот момент, когда вы получаете квартиру, и застройщик присылает вам письмо о том, что вы приходите и проверяете свою квартиру на дефекты, которые вы можете найти в процессе осмотра квартиры. Начинается она с того, что вы приходите на первый этаж вашего дома, и на ресепшене говорите о вашем номере квартиры, что вы пришли, они отмечают, и иногда дают вам сразу же акт осмотра, перечень замечаний. После чего вы поднимаете свою квартиру и начинаете проверять на все замечания. После того, как вы выявили все замечания, вы их переписываете в свой акт осмотра и спускаетесь опять же вниз. Внизу вы уже можете договориться со срочком, какие из этих замечаний вы можете исправить сразу же на месте. Если же замечания на месте исправить нельзя, то эти замечания остаются в акте осмотра, и после этого вы отправляетесь куда-нибудь, где подписываете акт приемки с замечаниями. Данное замечание у вас будет на их бланке. В моем случае я пишу вам отдельный свой бланк, в котором указываю каждое замечание, которое я нахожу в процессе приема. Итак, пройдемся по замечаниям. Что касается замечаний по общестроительным работам, то в всех квартирах повторяются одни и те же замечания. Это усадочные трещины, металлические элементы, такие как обнаженная арматура в стенах, раковины, сколы по стенам. Это не сильно критичное замечание, поэтому я всегда рекомендую такие замечания устранять самостоятельно. Вы это сделаете более качественно и по технологии, так как это никак не поможет, если вам просто-напросто замажут эту трещину штукатуркой. Через месяц она у вас опять появится в этом месте. Такие замечания, как усадочные трещины, можно избежать только путем полного армирования стеклосеткой всей стены, где у вас газосиликатные блоки, а также где у вас термзитобетонные блоки, так как в этих местах чаще всего появляется усадочная трещина. Также обязательно хорошо прормируйтесь в стеклосетке к стыке газосиликата и бетона. В этих местах также появляются эти усадочные трещины. Такие замечания, как раковины и металлические элементы, тоже управляются самостоятельно по технологии, так как если вы это укажете в замечаниях, то просто придет человек с ведром штукатурки и закрасит вам, скажем так, замажет вам этот металлический элемент. По правильному это лучше делать перед тем, как замазывать его, нужно обязательно обработать антикоррозационной краской, чтобы потом не появилась у вас ржавчина под штукатуркой, которая может появиться на ваших обоях, на покраске или на вашей декоративной штукатурке. Итак, переходим к замечаниям по общестроительным работам. Общестроительные работы это замечания по стенам, по лампотолкам. К таким замечаниям относятся такие замечания, как усадочные трещины. Усадочные трещины это то, что в вашем доме будет появляться еще ближайшие лет 5. Пока все соседи делают ремонт и приносят стройматериалы, это дает дополнительную нагрузку на дом и, соответственно, у вас появляются новые усадочные трещины. Они у вас могут появиться в любых других местах, то есть мы не можем прогнозировать их появление. Поэтому обязательно для того, чтобы минимизировать шанс появления этих усадочных трещин, нужно стеклосеткой армировать полностью все стены, где у вас газосиликатные блоки и где керамидитно-бетонные блоки, потому что в этих местах чаще всего эти усадочные трещины появляются. Это не уберет на 100% усадочные трещины, но, по крайней мере, минимизирует их шанс появления, потому что они будут появляться у вас под стеклосеткой, а стеклосетка сама будет сдерживать их. Но даже несмотря на то, что стеклосетка, иногда бывают такие трещины, которые ее ровут. Поэтому имейте в виду, к сожалению, в новых домах это такая частая проблема. Это металлический элемент. Смотрите, это замечание я вам не вписываю, так как оно не является замечанием, но в любом случае все металлические элементы, которые у вас есть, обязательно перед тем, как штукатурить, обработайте антикоррозационной краской. Это делается для того, чтобы они не начали ржаветь, и эта коррозия не появилась у вас на штукатурке. Даже несмотря на то, что эти элементы у нас оцинкованы, они все равно со временем начинают ржаветь. Уже проверено, пройденный этап. Поэтому все вот эти металлические элементы, такие как также закладные детали, вот эти, тоже обязательно на всякий случай покрасьте перед тем, как штукатурить. Также одним из дефектов, которым мы часто натыкаемся, это отсутствие раствора в щелях между блоками. Это не сильно критичное замечание. Не забывайте, что вы будете штукатурить, и в любом случае все эти зазоры, все эти пустоты будут заполнены штукатуркой. Поэтому мы такие замечания рекомендуем не указывать, а проще устранить это своими силами в процессе ремонта. Мы проверяем стены и полы. Стены и полы мы проверяем с помощью провела. Это стены и уровня поверенного. А также мы проверяем полы с помощью лазерного нивелира профессионального ада и уголка. Нивелируем в стандартном центре помещения комнаты. И проверяем в различных местах уровней стяжки, чтобы она не где-то была одной высоты. В данном случае стяжка у нас реально ровная. Даже в допуске, который запускается 2 мм на 1 м, у нас отсутствует. Следующее, что мы проверяем, это прямолинейная стена. Прямолинейная стена проверяется с помощью провела. Вертикаль проверяется с помощью уровня. Для того, чтобы проверить стену, мы прикладываем провела к синему. И с помощью специального строительного клина проверяем зазоры. В зависимости от того, из какого материала сделана стена, зазоры у каждой стены разные. И проверять их нужно методом равновеликих опорств. Либо с помощью провела, как я сказал. В случае, если мы находим какой-то зазор, будь то пальмин или гор, мы обозначаем этот зазор красным великом и указываем его, почему он уходит вне допуска. Также к дефектам стен мы относим такие дефекты, как раковины, усадочные трещины, про которые мы говорили. Начинаем приемку мы всегда с тепловидера. Для того, чтобы проверить тепловидер, для этого нужно, чтобы все окна были закрыты. Открывать их не стоит. Да. Начинаем с того, что проверяем радиаторы и трубы отопления. И соль, наш, выглядит вот так. Трубы отопления у нас показаны красным. Очень важно отмечать трубы отопления. Почему? Потому что, когда вы будете делать перегородки, вы обязательно будете штробить стяжку. И чтобы не задействовать трубы отопления, вы должны знать, где они находятся. Так как стяжка, она, вернее, перегородки, они не становятся на стяжку, они становятся на плиту перекрытия. А здесь уже долита чистовая стяжка, поэтому ее нужно было исправить и вырезать под перегородки в проемах. Подлинье мы проверяем каждый радиатор, чтобы он не был заводушен. Нагрев радиатора должен быть равномерным. Без синих, каких-либо зеленых пятен. В данном случае у нас просто наклейка. Также проверяются все трубы, чтобы не было никаких протечек. Если трубиловая протечка, то будет образовываться такая широкая полоса в виде лыжи. Частым дефектом стяжки являются вот такие натурные растворы. Они либо сбиваются трубиловым молотком, либо шлифуются. Это еще не сильно большое замечание после того, как может быть. Обычно такие замечания появляются в местах, где строители замешивают раствор, если у них постоянно капают и образуются очень большие наплывы. Мы их также отмечаем и отмечаем в акции. Замечания берут. Одним из распространенных дефектов стен является усадочная трещина. В новостройках они встречаются повсеместно и выглядят вот так. Это трещина, которая идет по стене из газосиликата. Она может образовываться не только на самом газосиликате, но также и на стыках газосиликата и бетонной стены. Все стыки разнородных материалов тогда должны быть замоноличны, также программированной стеклосеркой. Это делается для того, чтобы минимизировать шанс появления вот этих усадочных трещин. Но, к сожалению, усадочная трещина, которая появилась у нас в этом месте, также может появиться в любом другом месте. Поэтому я рекомендую, когда вы будете делать ремонт, проармировать стеклосеркой полностью всю стену, вне зависимости от того, где у вас изначально была усадочная трещина. Также распространенным замечанием по стенам является присутствие металлических элементов стенок. Это такие, как, например, обрезки арматуры или гвозди. Их обязательно нужно либо достать, либо обрезать, но при этом нужно обработать их антикоррозационной краской. Это делается для того, чтобы эти элементы не начали корродировать под штукатуркой, и потом через штукатурку коррозия, ржавчина произойдет насквозь, и будет видна на ваших обоях или на ваших покрасках. Поэтому данные элементы мы обязательно показываем. Также мы проверяем вентиляцию. Вентиляция у нас проверяется при открытом окне, и обязательно проверяйте входной двери. Проверяйте вентиляцию специально в любой прибором анимометром. Мы подносим его к самой вентиляции, и проверяем скорость ветрового потока. В данном случае у нас скорость ветрового потока 2,5 метра в секунду. Нормироваться 0,7 метра в секунду. То есть у нас превышает норму, вернее, не превышает у нас пределы к норму, и даже очень хорошо. В данном доме у нас выполнено решение балконов вместе с стеклянными ограждениями. Обязательно перепроверяйте все стеклянные ограждения. В данной квартире у нас замечаний нет, но в других у нас было по 2-3 стекла под замену, в связи с тем, что были большие царапины грубые, также волосные царапины вне зоны допуска. Такие стекла тоже нужно проверять точно так же, как и стеклопакеты. Также одним из замечаний было загрязнение ограждений строительными составами. И обязательно указывайте, что есть ржавчина и царапины на самих ограждениях. Если вы это не укажете, вам придется самим потом подкрашивать. Такой же больший дефект, как кривая стена. Если вы посмотрите с отца, видно отклонение прямолюбивности, а с этой стороны у нас отклонение под вертикали. Стена немножко наклонена. Есть один очень опасный дефект, на мой взгляд, который очень сложно бывает, многие не замечают, это замечание по потолку. Здесь у нас есть большая трещина, шириной раскрытия более чем 2 мм. Данная трещина, она может быть незначительным дефектом в случае усадки бетона или когда он просто высыхает. Ибо это может быть значительным дефектом, который происходит из-за большой нагрузки и у нас просто плита появляется не трещина. Чтобы проверить такой дефект, обычно устанавливают специальные стеклянные маячки на эту трещину и смотрят со временем, раскрывается она или нет. Поэтому пока делать ремонт в данной квартире будет сложно из-за того, что будут висеть эти маячки, или же делать, но на свой страх есть. Также одним из дефектов в данной квартире является отсутствие стяжки в местах, где у нас проходит инженерная коммуникация. В данном случае мы можем писать и заметить, как, что сюда представляет стяжка. То есть в данном случае у нас идет плита перекрытия монолитной и на нее где-то сантиметра 4-5 вкладывается слой стяжки. В палец стяжки находится уже вот этот слой парабона для звукоизоляции. В данном случае у нас она должна быть в уровне. Но это не сильно большой дефект, так как вы все равно будете, скорее всего, зашивать инженерной коммуникацией. То есть это не сильно принципиально, за этот дефект можно просто взять чуть больше строительных материалов. В данной квартире дефектом является то, что когда заливали вот эти места, где стыков были в стык радиатора, их залили достаточно плохо и есть просадка. То есть как в этом случае. Проверить их можно наступить на бой. У нас в данном случае тут просадка. Для этого нужно демонтировать этот кусочек стяжки и залить по новой, чтобы не было этого вопроса. Мы в этой квартире были вчера, заранее пришли и посмотрели, указали дефекты по стенам. Смотрите, насколько быстро работает подрядчик. Мы указали, что усадочная трещина в данном месте проходит вчера. За один день они уже замазали наши замечания поверх и сделают, кстати, все по технологии, за что им отделили респект. По технологии делается в путем того, что армируется усадочная трещина дополнительной стеклосерпикой, как сделано в данном случае. Если рабочие не очень грамотные или не очень хорошо делают, то они обычно просто промазывают раствором усадочную трещину и она через месяц появляется опять. В данном случае сделано качественно. Но так как усадочной трещины было много, сбоку они, видимо, не заметили, здесь вот также были усадочные трещины, которые мы оставили на устранение застройщику. И здесь такое одно из редких замечаний. Не заделан до конца монтажный шов примыкания рамы к полу. В данном случае у нас должна быть либо пароизоляция, либо, как на всех предыдущих лоджиях, этот кусочек вообще был замодоличен. Здесь его, этого бортика нет. Ну и со штапиками здесь, конечно, беда. конкретно на этой лоджии вообще. В случае, если ящик закрыт, его всегда можно пойти вниз и взять по электрика. На ручник дает без проблем. Включаем все автоматы. И у нас есть специальный детектор. Проверяем напряжение. Отличное присутствие. Также перепроверяем виду розетки. Тоже самое. Также можно проверить работу автоматов в детекторах на короткое замыкание. Автомат работает. И здесь тоже самое проверяем. Работает. Застройщикам обязательно требуется фотографировать ваши счетчики. Для этого фотографируются счетчики на воду, чтобы видеть их номера. Так как вам в Дане будут выдавать паспорта на счетчики, вы могли сверить, что номера счетчиков совпадали с паспортами. Фотографируются счетчики на воду и на электричество. На электричество счетчики находятся на коридоре. А на отопление не надо, да? Я тоже смотрю, здесь счетчики. На отопление тоже надо. Тоже надо? Ага, это отопление находится в коридоре. Да. А счетчики на электричество находятся вот здесь. Да. В случае, если нет возможности открыть счетчик, вы тоже можете спуститься вниз к электрику попросить. Либо можете взять обычный свой ключ и попробовать провернуть. Обычно проворачиваться. Лучше, конечно, не повторяйте, а сходите к электрику, но если он... Да. Ну, тут все безопасно, если вы не будете лезть в провода. Ваш счетчик, например, в нашем случае вот этот, регулируется сверху, чтобы было видно номер счетчика. Автоматы все включаются, чтобы работало электричество в розетках. Продолжение следует... Итак, мы сейчас находимся в санузле. Я немножко более подробно расскажу, что здесь нужно проверять. Первое, что проверяете, конечно, это наша вентиляция. Проверять ее можно, если вы проверяете самостоятельно без приема, обычным листом бумаги. Открывается окно и закрывается обязательно входная дверь. Вы прикладываете листочек и смотрите, тянет или нет. В данном случае у нас окно закрыто, поэтому у нас не тянет. Но если мы откроем окно, мы можем перепроверить, будет оно тянуть или нет. Сейчас мы открыли окно и проверим еще раз. Как мы видим, вентиляция у нас работает хорошо. Следующее, что мы проверяем, это наши трубы водопроводом. Смотрим, чтобы все краны у нас работали. В данном случае, к сожалению, мы не можем проверить протечки. Это связано с тем, что еще воду, скорее всего, не включили. Поэтому, если у вас появятся вдруг протечки в водопроводе, вы можете либо попробовать подключить самостоятельно, либо вы можете вызвать ДПМ, который у вас дом на гарантии, на гарантии, на гарантии ремонте в течение пяти лет. То есть, все замечания по трубам, по радиаторам, по отоплению, они вам должны будут по гарантии исправлять, если будут дефекты, даже несмотря на то, что на приемке мы их не указали. Трубы, все отопления, земельники должны быть до конца утеплены. Смотрим. Иногда бывает, многие спрашивают вопрос, бывает такое закругление на трубах, и многие не знают, что это. Это называется компенсатор. Он делается для того, чтобы вода под собственным весом не разгонялась вниз с большой скоростью, с больших высоких этажей, чтобы не было гидроудара по трубам водопровода, которые находятся на нижних этажах. Следующее, что очень важно проверить, это канализация. Мы часто сталкивались с таким замечаниями, как отсутствие заглушек, вот этих канализационных, а также бывали сколы, раковины, вернее, сколы на трубе канализации. Нужно проверять их со всех сторон, так как если у вас образуется скол, то вы сами можете представить, чем это закончится, если кто-то сверху будет что-то смывать. Следующее, что проверяется у нас в санузле, это гидроизоляция. Гидроизоляция пола в данном случае у нас обмазочная. Она делается по всей плоскости пола, а также заступает на уровень стен на 30-40 см от высоты стены. Очень часто застройщик не делает хорошую гидроизоляцию в местах соединения технологических отверстий внизу, где у нас канализация, трубы водопровода входят в пол. В данном случае у нас здесь есть замечание, за трубой канализации гидроизоляция не сделана. То есть, в случае, если вы, например, начнете топить соседей, то через это отверстие все к ним польется очень быстро и замечательно. В этом случае нужно обязательно либо самостоятельно, либо указать это в замечаниях, указая, что за трубой канализации частично не выполнена гидроизоляция. В таком случае застройщик должен будет зацементировать эту трубу и обмазочной гидроизоляцией пройтись по контуру. Но я, если честно, не рекомендую этого делать. Почему? Потому что в любом случае эта обмазочная гидроизоляция имеет не очень хорошее качество. Вы можете посмотреть, что она уже потрескалась по всей плоскости пола. В данном месте у вас гидроизоляция со временем просто испортится и все равно, если вы будете топить соседей, она никак вас не спасет. Поэтому я всем рекомендую делать самостоятельно гидроизоляцию дополнительно поверх этой гидроизоляции. Вы можете сделать ее либо пленочную, либо обмазочную, но более качественными материалами. Поэтому это замечание мы оставляем, а вместо него проще взять второй материал. Также есть у нас присутствует замечание, такое как бугор. В данном месте у нас превышение нормативного отклонения под плоскости составляет больше, чем 2 мм на 1 мм. Мы это тоже замечание указываем, так как в случае, если вы будете укладывать плитку, в этом месте нужно будет в любом случае вбивать эту часть из данного отдела гидроизоляции. Также всегда нужно проверять на трубах водопровода заземление. Заземление, к сожалению, можно проверить только визуально. Мы сталкивались с тем, что во многих квартирах заземление либо отсутствовало, либо его просто доставали. Крадут вот эти провода банально. Поэтому смотрите, если есть возможность, проверяйте низ заземления, чтобы здесь были провода. Можно немножечко отклонить и посмотреть трубу. И вверху обязательно они должны быть соединены вместе с трубами водопровода металлической части, как и сделано в данном случае. В данном случае у нас с заземлением все хорошо. Далее, что мы проверяем в санузле, это, конечно же, стены. Стены у нас должны быть по вертикали не отклонены. Допуск допускается 15 мм на высоту этажа. Мы проверяем все стены. Некоторые спрашивают, нужно ли проверять вот эти вот углы. К сожалению, они просто-напросто не нормируются. То есть, если вы их проверяете, то вы их проверяете больше для себя. Это нужно для того, чтобы у вас ванна или раковина стала в угол нормально, и чтобы не было вот этих вот зазоров, которые часто бывают. Но, как показывает практика, обычно угол составляет 87-93 градуса. В этих пределах он обычно у нас у подрядчика бывает. Если есть больше отклонения, то можно, опять же, подрядчику это указать, но очень сложно будет доказать, так как у нас это не нормируется. Следующее, что мы проверяем, это мы проверяем сантехнику. Обязательно проверяется, чтобы на трубах были заглушки. Если есть возможность проверить экраны, если будет подключено водоснабжение, то вы сможете проверить, не протекает ли заглушка. Но бывает такое, что в момент приемки квартиры водоснабжение отключено. В таком случае вы не переживайте, то есть, когда отопление включат, если вдруг у вас появится этот дефект, но на приемке вы бы не вписали сразу же, то вы его можете писать потом. Почему? Потому что у вас действует 5-летний срок гарантии на дом. То есть, сантехника относится к тем вещам, которые сразу можно не заметить, особенно, если они не выключены. Поэтому обязательно проверьте после того, как включат отопление, чтобы ваши заглушки не протекали. Также я рекомендую вот эти краны, если есть возможность, поменять сразу же. Почему? Потому что они самые дешевые и ненадежные. Со временем они могут протечь, и вы просто можете затопиться все эти. И проверяется сантехника. Полами у нас вопросов нету по сантехнике. В данном случае у нас идет протечка заглушек. Если вы обратите внимание, у нас там лужи. В этом случае у нас травит воздух. Слышно? Если прислушаться. А здесь просто банально капает вода. Такие замечания тоже нужно указывать. Обязательно нужно проверять наличие всех пломб насчетчиков. Если они будут порваны, у вас потом могут возникнуть вопросы с водоканалом. Поэтому проверяйте все пломбы и их работоспособность. Также, смотрите, проверять обязательно канализацию, чтобы не было никаких трещин и сколов на трубе и она была зацинетирована хорошо внизу, чтобы вы не видели соседей. Что касается сантехники в этом доме, то здесь очень часто распространенное замечание. это незамоналичен стык технологического отверстия, где проходит канализационная труба. Также, обращайте внимание, внизу это отверстие также может быть незамоналичен. Я рекомендую это сделать самостоятельно, потому что, если вы дадите это подрядчику, то, скорее всего, он это сделает таким образом. Как вот здесь есть скачки монтажной пены, он это просто запенит и сделает тонким слоем раствора, чтобы вы этого просто не видели. То есть, по факту, это никак вас не спасет, если вас сосед будет топить. Поэтому лучше сделать это самим. Также одним из дефектов стяжки у нас является отсутствие гидроизоляции в санузле. Вы можете заметить, что в данном случае у нас гидроизоляция обмазочная. Она проходит по полу всего санузла. Но, честно говоря, это не очень хорошая гидроизоляция. Александр вам чуть попозже вставит видео и покажет, как она работает в случае, если сосед сверху вас начинает топить. Небольшой спойлер, никак. Смотрите, здесь была протечка. И то, что говорил Вячеслав, все стекало вниз, гидроизоляция, ни капельки не помогла. Это квартира, где был протек. И сейчас я вам вставлю кадры, что произошло в квартире снизу. То есть, можете увидеть работу гидроизоляции в действии. Есть небольшое замечание у вас. Это трещина гидроизоляции. Это не сильно критичное замечание. Почему? Потому что все, что они вам сделают, просто замажут ее. Но я рекомендую вам дополнительно поверх этой гидроизоляции сделать дополнительно свою гидроизоляцию, потому что это не очень хорошего качества, банально. И она вот так трескаться будет у вас по мере того, как дом будет давать усадку. Особенно хорошо нужно гидроизоляцию сделать вдоль труб. Они ее делают там не очень хорошо. То есть, как видите, там есть какие-то разрывы, пропуски. Лучше это сделать со своими силами и сделать это более качественно. Потому что все, что они сделают, просто обмажут ее. Трубы водопровода смотрите. Значит, у вас на данный момент вода не включена в доме. Вам, чтобы проверить трубы, то есть, чтобы она была включена. Внешне у вас пока что все есть, все на месте, но когда они включат воду, если появятся протечки, вы это можете им предъявить как гарантийный ремонт. У вас в доме гарантийный ремонт и 5-летний. Соответственно, с этими трубами, а также с радиаторами. Мы сейчас не можем проверить это, потому что радиаторы не включены. Но если они включат и будут какие-то протечки, опять же, дом на гарантии, вы это можете им все предъявить. Примечание по ингридной изоляции. Тут есть у нас наплывы. Эти наплывы также легко убираются. Также одним из эффектов данной квартиры является отсутствие отверстия под вент-канал. В данном случае мы находимся в саму зле. И здесь в саму зле нету никакой вытяжки. Должно было быть отверстие, чтобы можно было провести вытяжку, которая будет проходить от этого вент-канала. То есть в данном месте должно было быть отверстие, его нету и записываем как дефект. Также распространенным дефектом в доме Дубровник является то, что недоделано заземление труб водопровода. Сами провода подведены, но они никак не закреплены. Если вы об этом знать не будете, то вы, скорее всего, и забудете это сделать. Как в этом случае. можно посмотреть чуть ближе. В одной из квартир мы обнаружили необычный дефект. Это полное отсутствие вент-канала. Я предполагаю, что в данном случае вот этот сам блок вент-канала просто поменяли стороной. Потому как бывает случай, когда дырка есть, но она замоналичена под вентиляцию. В данном случае у нас ее вообще нету и она не была предусмотрена. При этом снизу ее тоже нету. Скорее всего, они просто перепутали в сторону. Также одним из дефектов является то, что неправильно запроектирован санузел. В данном случае у нас санузел нету дырки под канализацию и нету дырки под вентиляцию. Как мы узнали, что это санузел? Все просто. Мы посмотрели, в нем есть гидроизоляция. Поэтому, если вам скажут, что это гардеробная, не верьте. Продолжение следует... Меня зовут Вичлав и с вами компания про приемка. Итак, сегодня мы разберем с вами, что же такое разрушающие дефекты, а что же такое декоративные дефекты. Многих постоянно интересует вопрос, какие на окнах дефекты, можно ли их оставить. Сегодня мы в этом разберемся вместе с вами. Пройдемте. Итак, как я говорил ранее, все дефекты условно можно разделить на две группы. Первая группа это разрушающие дефекты. К разрушающим дефектам мы относим такие дефекты, как трещина, выколка, посечка, а также трещина самой раме. Сейчас разберемся более подробно, что же это, какие дефекты могут к этому привести. Итак, первый дефект это грубая царапина. Грубые царапины у нас являются вот такие царапины. Они превышают ширину более чем 0,1 мм. Их мы проверяем специальной строительной лупой. Строительная лупа у нас выглядит вот так. Она должна быть поверена. мы каждое замечание, которое указываем по грубой царапине, должны проверить на ширину ее раскрытия. Если она более чем 0,1 мм, то такая царапина может привести к тому, что в будущем у вас здесь может образоваться трещина. Это связано с тем, что при перепадах температур холодное тепло, если эта царапина находится, именно выходит наружу, то этот стеклопакет просто в этом месте может пойти как трещина. Также есть у нас такое понятие, как посечка и выколка. Что это такое? Посечка это как трещина, но только начинается, она проходит не через все стекло, а оно только начинает на половину стекла быть. Если по стеклу чуть-чуть вот так ударить, эта посечка сразу превращается в трещину. Поэтому она так и называется. Следующее замечание грубое это выколка. Выколка это когда у нас из стекла как будто отколот небольшой кусочек. Такое бывает, если острым предметом стекло немножечко задеть или поцарапать. Если выколка составляет больше одного миллиметра, то у нас этот стеклопакет сразу идет под замену. Если выколок 2, 3, 4 и более, но они размером меньше миллиметра, но больше чем 0,5 миллиметра, в таком случае тоже стеклопакет идет под замену. Так как у нас локальные дефекты варьируются в зависимости от их количества на квадратный метр. Как на данном стеклопакете. Такой стеклопакет только идет под замену. Поэтому мы его сразу же указываем. Также одним из разрушающих дефектов является пузырь. Пузырь он в зависимости от размера может быть либо разрушающим, либо нет. Если у нас пузырь до 1 миллиметра, то скорее всего данный пузырь просто останется на этом же месте. Но если пузырь у нас более 1 миллиметра и мы это проверяем строительный лупа, как я говорил, то такой стеклопакет идет только под замену, так как такой пузырь при перепадах температур может опять же превратиться в трещину. Очень внимательно нужно смотреть стеклопакеты также по краям. Иногда бывает такое, что у нас стеклопакет на внутреннем стекле образуется посечка или трещинка маленькая, которую очень легко не заметить. Внимательно проверяйте по контуру все стеклопакеты и обращайте внимание, чтобы не было никаких таких посечек или сколов. И последнее замечание, которое я бы отнес также к грубым замечаниям, это разгерметизация стеклопакета. Разгерметизация стеклопакета можно легко пропустить, если стеклопакет грязный. Также можно сказать про разгерметизацию стеклопакета, это то, что ее сразу можно определить по воде внутри стеклопакета или такой испарень. То есть, вы можете обратить внимание, что стеклопакет внутри должен быть герметичен. Если у нас произошла разгерметизация, то внутри будет вода. Или внутри также могут быть какие-то внутренние повреждения или внутренняя грязь, которая там не должна быть. Это происходит в связи с этим как раз таки разгерметизации. Этот дефект не является разрушающим, но так как он полностью не дает стеклопакету работать по теплоизоляции, поэтому мы обязательно эти стеклопакеты также отправляем под замену. Мы плавно подошли к неразрушающим дефектам. Неразрушающий дефект или как я их называю декоративные, они носят, как выходит из названия, свой декоративный характер. К ним я бы отнес волосные царапины. Волосные царапины это тонкие царапины. В чем отличие волосной царапины от грубой царапины? В том, что волосная она меньше, чем 0,1 миллиметра. Это также проверяется специальной строительной лупой. Если она более меньше, чем 0,1 миллиметра, но в длину превышает более 75 миллиметров, то данная царапина отправляет стеклопакет под замену. Но такая царапина, скорее всего, не превратится в трещину, поэтому вопрос, мешает она вам или не мешает, это уже больше на ваше усмотрение. Следующим неразрушающим видом дефектов является внутреннее загрязнение. Иногда бывает такое, что в заводских условиях внутреннее, например, внутреннее стекло загрязняется или пыль какая-то попадает от него, или может быть какие-то следы от того, что вы прокатывали на станке. То есть эти замечания, они не носят разрушающий характер, они не приведут к трещинам, но как и предыдущие волосные царапины, их можно легко заметить на помытых окнах и когда светит солнце. Поэтому в данном случае тоже вы можете это замечание как указывать, так можете и не указывать в случае, если оно вам не мешает. к трещиной, а такое замечание не приведет. И стеклопакет у вас будет работать, с теплоизоляцией будет хорошая, вне зависимости от того, есть это замечание или нет. Еще одно декоративное замечание можно отнести к ним к свиль. Свиль это стекловидное включение в сам стеклопакет. Оно выглядит как либо наплавленное стеклышко, либо внутри такое замутнение. Оно в этом месте не образуется трещиной, в этом месте больше как выглядит как декоративное замечание. После того, как вы нашли свиль, вы можете его ввести, И посмотреть, если он больше, чем миллиметр, то такой стеклопакет у нас идет под замену. Но если он вам не мешает, и вы не хотите долго с этим заморачиваться, то вы можете этот стеклопакет не указывать. Трещине это не приводит. Также к одним из неразрушающих дефектов можно отнести деформацию разделительной рамки между стекол. Но в зависимости, конечно же, от того, какая это деформация. Иногда бывает такое, что в разделительной рамке у нас у дефод встречается вмятина. Но эта вмятина может привести к разгерметизации стеклопакета, если она большая. Если же она не привела к разгерметизации стеклопакета, то, скорее всего, и не приведет. Почему? Потому что она уже встала, стеклопакет уже стоит на месте. И это, опять же, носит больше декоративных замечаний. На ваше усмотрение, если она вам в глаза не бросается, это можно поставить. Или можно стеклопакет вправить под замену. Приемка это очень важный процесс, который требует сосредоточенности и внимания. Так как есть такие дефекты, которые можно пропустить только банально из-за того, что вы можете на что-то отвлечься или просто не досмотреть. Например, посмотрим вот этот дефект, который не сразу можно было бы заметить. Здесь мы видим трещину в раме в данном месте. Такой дефект очень легко пропустить, просто не зная, куда смотреть или будучи не очень внимателем. Поэтому подходите к приемке максимально с большим вниманием. И максимально старайтесь смотреть, не отвлекаясь на другие моменты. Кроме стеклопакетов, одним из самых важных замечаний является трещина в створках. Обращаю внимание именно в створках. Почему? Так как если у нас трещина находится в раме, то это статичный элемент, с ним ничего не произойдет, кроме больше декоративных внешних факторов. То есть в раме он просто запаивается, а вот в створке запаять уже, ее реставрировать невозможно. Это связано с тем, что створка является динамичным элементом. То есть она открывается, закрывается, и при каждом закрывании, хлопке, трещина у вас может увеличиваться. И она будет увеличиваться до тех пор, пока не превратится полностью, не превратится через весь профиль. И это может привести к тому, что ваш стеклопакет, который весит от 20 кг выше, может просто выпасть вам на ноги. А не дай бог, здесь будет ребенок. Поэтому обязательно просматривайте каждую створку на ноги. Также обязательно обращайте внимание, что на всех окнах, на всех рамах не хватает вот здесь вот дренажной заглушки. Через эти дренажные заглушки может попадать вода, когда будет идти дождь в раму. Здесь может потом со временем образовываться ржавщина. Поэтому обязательно мы пишем в замечаниях, что все вот эти дренажные заглушки должны быть установлены. К сожалению, частым дефектом, с которым мы сталкиваемся, является вот такой дефект. Это отсутствие стеклопакета. Поэтому такой дефект, да, обязательно тоже указывается, но он очевиден, как вы видите. Следующее одно из замечаний, которое часто встречается, это то, что на окнах не снята пленка. Это может скрыть, скрытые дефекты, такие как парапины, которые могут быть под пленкой. С одной стороны. С другой стороны, эта пленка в будущем поможет вам защитить ваши стеклопакеты от дальнейших повреждений, которые могут пройти в процессе ремонта. То есть ваши строители банально могут где-то поцарапать, где-то задеть, где-то пены на ПВХ-профиль просто капнуть. Поэтому здесь, в этой ситуации, оно имеет двоякость. То есть их можно написать как замечание, что нужно снять, а можно и ставить на место. В данном случае мы частично где-то сняли, где мы сомневались про царапины. И было это сделано не зрято. Мы обнаружили царапины на профиле ПВХ. Также у нас отсутствуют накладки на петлях створок. Также здесь мы нашли замятие плотнительной резинки, дефект отрыв в данном месте. Как я и сказал, рамы с наружной стороны очень сильно загрязнены отделочными составами. Нужно внимательно смотреть, чтобы эти загрязнения все отмылись. Иначе у вас это все останется на ламинации. В нарушении герметизации отлива по краям примыкания отлива к стене обязательно должны быть герметиком. Все швы загидроизолированы. Иначе у нас вода может попадать под отлив и там может начаться появляться плесень. Также вы видите, что на отливах очень много загрязнения строительными материалами. Обязательно это тоже указываем. Также в данном доме на всех окнах отсутствуют дренажные заглушки. Это замечание мы указываем. Подрядчик обещал выдавать данные заглушки в момент, когда будет выдавать ключи. Если вам эти заглушки не выдали, обратитесь опять же к ключнику. Возможно, у него они будут лежать. Дренажные заглушки у нас выглядит вот так. Это с обратной стороны есть специальные отверстия, через которые должны выходить влага из рамы. Вы можете заметить в данном случае. Вот здесь тяжело не заметить. Да. Это тоже шлифуется космофеном. А то, что это вмятина, ничего страшного? Это вмятина тоже шлифуется. Если они не могут их сошлифовать, то им придется менять элементы. Ага. То есть их обычно, ну их нужно указывать. Крупные. Основными дефектами у нас являются зазоры в штабликах. Они достаточно большие. Вот можно посмотреть. В такие зазоры зимой будет идти продуванием. Также у нас в ложе идет. Также обязательно нужно проверять уклон отлива. В данном случае у нас почти прямой отлив. Проверяется он наливанием обычной воды. Если вода стоит и никуда не стекает, то, соответственно, отлив, уклон отлива нарушает. Также одним из дефектов является неснятая пленка. В связи с этим, то есть окно, нужно будет к стеклопакету достать и снять ее. Но при этом главное не повредить сам стеклопакет. Такой дефект, он достаточно коварен в связи с тем, что на момент приемки стеклопакет может быть целым. А после того, как его снимут и поставят назад, они могут его в процессе этого поцарапать или разбить. И вам нужно будет потом доказать, что стеклопакет изначально был целый. Поэтому обязательно это замечание мы указываем и желательно его снять на видео, как был стеклопакет до того, как его снимали. Также здесь мы видим незабитые штабики. Вот они, изогнутые. Скорее всего, то есть после того, как заменим стеклопакет, их нужно будет подрезать. Почему? Потому что они уже не попадают в паз для этого конкретного окна. Также в обязательном замечании мы записываем то, что не снята пленка с рамы. Мы проверяли в предыдущих квартирах, ее уже реально отклеить. Поэтому это как замечание доставляем. Также вы можете посмотреть, обратите внимание сюда. Здесь у нас стоит пакет. Не стеклопакет, а просто пакет. И вот тоже, когда вставят, непонятно. Как делать зимой мозг, когда в этих квартирах не вызывает температура. Вот такой десерт. Отсутствие балконной двери. Как ни странно, данный десерт является очень распространенным в этом доме. Он относится не только к балконной двери, но и к створкам, которые могут находиться в ложе. И если вы заглянете в некоторые квартиры, зачастую они могут просто отстоять в балконной двери вместе со створками. И еще один дефект, который не все замечают. Это не снята пленка с рамы снаружи. К сожалению, в данном доме присутствуют такие дефекты, как отсутствие балконной двери или то, что она просто снята. В данной квартире мы видим этот эффект. Если не снять пленку вовремя с рам, то на солнце потом, скорее всего, вы ее не отдерете. Самое сложное еще отдирать их тогда, когда она находится внизу. То есть вы просто не дотянете со стороны окна. Также здесь находится у нас еще один дополнительный дефект. Это то, что у нас декоративная планка. И достаточно хорошо прикреплена со стороны улицы. Есть зазоры. Здесь можно посмотреть. Вот тут. Чем это черепа? Под этой планкой находится металлический стоечный профиль, который держит вертикальную прочность самого рамы. И как он металлический, если туда заливается вода, там может появляться ржавчина. Потом эта ржавчина по этой планке будет стекать вниз и появится у вас на ваших отливочках. Поэтому это также важный дефект. Мы вот так же помечаем, чтобы в этом месте обязательно ее панкуты либо прикрустили, либо сделали так, чтобы этих зазоров не было. Также распространенным дефектом данных в данном доме у нас является отсутствие заглушек на анкерах. Но при внимательном осмотре, если посмотреть внутрь, видно, что там нет также пен самих анкеров. То есть данные окна, данная рама держится буквально на одном-двух анкерах. То есть внутри просто не загрутили. Такие замечания мы указываем, что отсутствует заглушка и отсутствует анкерах. Также все дефекты, которые мы указываем, вы можете посмотреть в нашем инстаграме по этой ссылочке. И обращайтесь к нам в случае, если вам нужна будет приемка. Всего доброго. До свидания.